Так, ребятки, слайд видно. Смотрите, два слова о компании, о тех возможностях, которые она дает. И перейду к семи видам заработка с компанией Арифлейм. Меня зовут Татьяна Гойсева. Сегодня общаюсь с вами я. Если есть какие-то вопросы, пишите в чате, хорошо? Так, вот смотрите, чтобы кто не говорил, для меня главный показатель то, что Арифлейм – это вообще шведский бренд. Шведские авто Воливы считаются самыми безопасными в мире. Икея – огромный семейный магазин, на котором тоже, я думаю, все знают, что он прям сделан для людей. H&M – тоже шведский бренд. У них свой подход к бизнесу, к людям, к потребителям. Знаете, когда вас спрашивают, в чем подвох, вот когда мы рассказываем про бизнес, что здесь все так здорово, все хорошо, в чем подвох? Подвоха нет, ребят, это шведы. И один показатель или даже доказательство, что это так, является то, что с компанией Арифлейм сотрудничает королевская семья. А это не просто звезда, которую можно купить за деньги. Вот на слайде вы видите королеву Сильвии дегустирует наш коктейль «Велмос». Это человек, для которого вопрос денег не на первом месте, вопрос доверия и репутации на первом месте. Рядом с детьми вы видите принцессу Мадлену, кстати, на обложке нашего каталога, и знак детского фонда. Дело в том, что компания Арифлейм с 2004 года совместно с шведской и королевской семьей помогает всемирному детскому фонду, который работает в 17 странах мира, в том числе и в России. Вообще монархии участвуют в рекламной акции очень-очень редко. То, что королевская семья вообще поддерживает компанию, сотрудничает с ней, это действительно дорогого стоит. Это показатель ценности, качества, показатель этичности в бизнесе, который мы несем к людям. Для меня это хороший тыл, с которым приятно уже иметь дело, работать. Следующий слайд. Профессор Стикстен, профессор кардиотракальной медицины, один из всемирно признанных специалистов в области реаниматологии и сердечно-легочной трансплантологии. Трансплантологии. Возможно, то, что я перечислила, особо не о чем не говорит, но врач – врач. Но, ребята, хочу сказать, что это один из нескольких врачей в мире, который занимается пересадкой жизненно важных органов людям пожилого возраста. То есть, понимаете, какая квалификация у человека. За пожилых людей очень мало кто берется. Во-первых, это большущий риск, то, что человек просто не выживет. Ну и органы не приживаются обычно. А человек такой специализации, такой профессионализм человек. И вот он как раз сотрудничает с компанией Reflame. Все резюме читать не буду. Она, в принципе, есть в свободном доступе. В Яндерсе нужно набрать, поискать. Вот. Остановлюсь на его изобретениях. Инструмент механической компрессии сердца Лукас продается по всему миру крупнейшим производителям медицинского оборудования. Знаете вообще, что это такое? Это, короче, когда карета скорой помощи едет, и у человека сердце остановилось. Вот скорую останавливают, и человек, медицинский персонал, делает искусственный массаж сердцем. И только после того, как сердце запустили, машина может дальше ехать. Ну или, соответственно, сердце не запустилось, тоже машина едет дальше. Так вот, вот этот инструмент, он позволяет, он одевается на человека и сам делает массаж сердца на ходу. То есть машину можно не останавливать. Ведь у человека появляется больше возможностей доехать все-таки до медицинского учреждения. Дальше, что еще? Препарат для восстановления донорского легкого. Оборудование, позволяющее консервировать донорское легкое на 48 часов. Именно для своих пациентов Стикстен со своей командой 8 лет разрабатывали и тестировали питание, которое позволяет организму восстанавливаться после трансплантации органа. Была разработана такая формула, такой состав, который по усвояемости близок к грудному молоку. Потом обратили внимание, что и для обычных людей это питание может служить здоровым, полезным перекусом и источником белка, которого, в принципе, у нас в еде очень часто не хватает, в дефиците. О каком питании идет речь? Это наш с вами wellness, наша линейка wellness коктейлей суп. Это не коммерческая разработка, это разработка специально для, ну, в медицинском учреждении была сделана и продается она только через Арифлейм. Кому эта тема вообще интересна, актуальна, обязательно посмотрите вебинары по линейке wellness. У нас буквально недавно появился новый коктейль, который является полноценной заменой пищи. Если актуальна тема снижения веса, ну, не может это заставить себя сидеть на диете или там здоровье не позволяет сидеть на диете, обратите внимание на этот продукт. Так, хорошо, про то, что с компанией работают серьезные люди, думаю, понятно. И если честно, мне очень приятно иметь отношение, делать общее дело с такими людьми, как Королевская семья или, например, профессор Стэнсен или другие специалисты, которые работают с компанией Арифлейм, которых, к сожалению, сейчас я всех упомянуть не могу. Давайте дальше. Так, если посмотреть со стороны качества, которые предлагает компания Арифлейм. Это не просто на словах, это огромное количество сертификатов. Компания работает в 63 странах мира и стандарты требования везде свои, поэтому очень много сертификаций делает компания. Кстати, вы знаете, что в России вообще сертификаты отменили? С 2019 года государство решило, что не будет защищать права потребителей. Так что если от какой-то зубной пасты, от шампуня или чего-то еще у вас выпадают зубы и волосы, то это ваш выбор. То есть Роспотребнадзор вам не в помощь. А Арифлейм сертифицирует, даже когда сертификация не нужна, Арифлейм все равно сертифицирует, причем по европейским стандартам. Не буду про каждый рассказывать, возьмем просто парочку. Так, для осведомления. Экосер, например, самый строгий и самый престижный стандарт среди производителей биокосметики в мире. Сертифицируются продукции, где как минимум 95% состава – это натуральные ингредиенты растительного происхождения. GMP – строжайший контроль качества производства. Обычно сертифицируется производство в фармакологической промышленности. Кстати, если покупаете витамины, обращайте внимание, есть ли у производителей сертифика GMP. Это очень важно. У Арифлейм три завода – Польша, Россия, Индия – работают в соответствии со стандартом GMP. Кстати, про наш завод в Ногинске. То есть в России есть завод, компания Арифлейм. Он находится под Москвой, в Ногинске. Это один из крупнейших заводов вообще в России. И имеет сертификацию LED. Эта сертификация говорит о том, что компания с экологичной рациональностью подошла к выбору и участков для строительства, эффективно использует водные ресурсы, соответственно, подходит к вопросам энергосбережения, ну и обеспечения комфортной работы сотрудников. В России мы получили серебряный статус. Сейчас, секундочку. Жень, сделай потише. В России мы получили серебряный статус сертификации LED. Вы только представьте, вообще для сотрудников установлена такая система подачи воздуха, вернее, даже не просто воздухокислородная смесь, такая же, как на МКС, Международной космической станции. Эта система смотрит, сколько, какое количество людей находится в помещении и делает подачу воздуха такой, чтобы людям было комфортно работать на производстве. Представьте, какое отношение к людям, которые работают с компанией Reflame. А в Индии мы в этой сертификации вообще получили золотой статус. Следующий слайд. Недавно мы отдали крем Novage на независимую экспертизу, сравнили с кремами таких компаний, как Dior, Lancome, Estee Lauder, и мы получили второе место по продуктивности с минимальным отрывом от первого. А теперь обратите внимание на цены. Если вы уже видели наш крем Novage в каталоге, обратите, наверное, внимание, что у нас целый комплекс, пятиступенчатый уход для лица стоит столько, сколько один кремушек наших брендовых коллег. Это говорит о том, что на сегодняшний день мы с вами предлагаем лучшее соотношение цены и качества. Так, теперь переходим дальше. Ну и сейчас мы с вами разберем те преимущества, которые есть в компании Reflame, как и за что нам платит компания с точки зрения партнерских отношений. Первый вид дохода знают все. Это дополнительный доход 20%, ну или дополнительная скидка. Получить этот доход может любой человек сразу после регистрации. Слева мы видим цену каталога, справа мы видим цену в корзине, по которой мы покупаем. Допустим, гель для душа 79 рублей, мы можем приобрести его за 63 рубля. Здесь разница нечетственная, но если взять, например, тот самый наборчик кремов Novage, качество которого мы разбирали на прошлом слайде, это уже ощутимая разница 7999 рублей, ну, короче, 8 тысяч в каталоге, и мы можем его взять за 6999-6400, грубо говоря. Вот, это уже более такие серьезные деньги. Это или хорошая экономия, или если вы занимаетесь продажами, то, в принципе, хорошая сумма сразу к вам, немедленная прибыль. Дальше. Для дальнейших расчетов нам нужно с вами понять вводные. что откуда берется и что это вообще значит. Это прайс-лист. Сейчас его в заказы уже не добавляют, но он есть в электронном варианте на сайте, ну, или в боте, в Телеграме можно его скачать. Слева направо. У любой продукции есть код, чтобы его можно было легко найти, и я, например, в корзину очень часто по коду добавляю. Дальше скидка, с которой продукт представлен в действующем каталоге, и страница в каталоге, по которой можно найти продукт, и наименование продукта, а дальше непонятные графы. Что такое ББ? Любой продукт в каталоге представлен в рублях и в баллах. Один балл в России равен примерно 40 рублям. Почему примерно? Потому что разные категории товара немножко по-разному оцениваются. Это внутренний единиц компаний, который считает активность среди разных стран. Арифлэм представлен, как я уже говорила, в 63 странах мира, и везде разная валюта. Очень тяжело считать, как человек работает, и какие обороты делают его команды. Поэтому была введена внутренняя единица, балл, бонус, ББ, дает понимание, сколько же вы плачеваете относительно местной валюты. Допустим, возьмем помаду. Если она в России 3 балла, в других странах она тоже 3 балла. То есть если у вас есть международная команда, мы можем делать международные веточки, международные команды, и там оборот, допустим, 100 помад. Это каждая помада по 3 балла. Соответственно, у нас товар оборот где-то с границы 300 баллов. То компания, и вы сразу можете посчитать, доход 300 баллов умножить на 40 рублей, мы переводим сразу в нашу валюту. То есть это объем примерно 12 тысяч рублей. С этого объема нам начисляется доход. Понятно, как считать? Все остальные показатели у нас с вами в рублях, так как мы с вами в России находимся. Что такое ОП? Это объем продаж, ну или объем покупок. Мы называем объем продаж. Грубо говоря, это себестоимость. За сколько продукт произвели, привезли. Здесь же наше с вами вознаграждение, ну и прибыль компании. Обратите внимание, что выплаты по маркетинг-плану будут начисляться как раз с объема продаж вашей структуры. Почему я акцентирую на это внимание? Потому что дальше вы видите ДЦ. Это дистрибьюторская цена, по которой мы с вами покупаем продукцию. Так вот, эта сумма равна, дистрибьюторская цена равна объема продаж плюс НДС. Как вы знаете, мы все всегда покупаем с учетом НДС. Это такой налог на добавленную стоимость. Здесь он тоже присутствует. Так вот, НДС идет к государству, а то, что остается у компании, как раз компания делит с нами, выплачивает нам наши доходы. ПЦ – это потребительская цена, то есть та цена, которую мы видим в каталоге. Если считать о дистрибьюторской цены, о ДЦ, это плюс 26%. Смотрите, вроде говорю про скидку 20%, да, здесь получается прибыль прибавили 26%. Есть такое понятие математики – обратный процент. Деньги берутся не из воздуха, то есть прежде чем нам скинуть 20%, надо было сначала набавить 26%. То есть если мы говорим про торговую надбавку, то это 26%. Если мы говорим про скидку, то это 20%. Понятно? Хорошо. НП – это немедленная прибыль. Разница между потребительской ценой и дистрибьюторской ценой, между ПЦ и ДЦ. Чтобы потребитель не путался, сразу видел, сколько за каждую баночку ему начислят доход, если он продает, ну или скидка, если мы просто покупаем для себя. Все ли понятно, ребят? Хорошо. Решая и дальше. Это базовые вещи, которые нам нужно понимать для дальнейших расчетов. Итак, как я уже сказала, наша система вознаграждения считается в баллах, а количество баллов дает нам понятие, сколько процентов от ОП, от объема продаж, нам выплатит компания. То есть, смотрите, если мы делаем товарооборот 150 баллов, то мы получаем помимо тех немедленной прибыли 20%, еще возврат 3%. Если мы делаем 450 баллов – 106%, 900 баллов – 9%, 1800 баллов – 12%, 3000 баллов, 15% – 5000 баллов, 18% – 7500 баллов, 22%. Если мы посмотрим с точки зрения того ассортимента продуктов, которые у нас представлены, это около 1500 наименований продукции от кончиков волос до кончиков пяток. Ну или до ногтей. Люди часто даже не задумываются, сколько средств, сколько вообще уходит средств на такие продукты. Когда спрашиваешь у человека, сколько ты тратишь на косметику, допустим. Косметика подразумевается не только декоративная косметика. Человек говорит «не знаю». Ну потому что мы не покупаем обычно все это в одном и том же месте. Если вы вот такого пользователя переведете в Reflame, где как раз полный ассортимент, вы увидите, какие товарообороты проходили мимо вас. Следующий слайд. Что мы можем предложить новым партнерам, которые к нам только что пришли? У вас есть классная стартовая программа. То есть компания Reflame инвестирует свои деньги для того, чтобы каждый из нас мог ознакомиться с топовыми линейками компании за ее счет. Суммарно стартовая программа рассчитана на 4 каталога. За это время можно получить продукцию с выгодой почти 15 тысяч рублей. Давайте посмотрим. Шаг первый. То есть условия очень просты. Если вы делаете заказ 100 баллов в течение 21 дня со дня регистрации, причем неважно, это будет единоразовый заказ или может быть 10 заказов по 10 баллов. Главное, чтобы суммарно это получилось 100 баллов в течение 21 дня. То вы проходите шаг один и в следующем каталоге можете получить всего за 199 рублей туалетную водичку в подарок и общая выгода составит 2331 рублей. То есть цена в каталоге 2530 вы берете за 199 рублей. Далее, если мы проходим этот шаг, то участвуем во втором шаге. Очень важно то, что эти шаги нужно проходить подряд. Так вот, если в следующем каталоге вы опять делаете заказ 100 баллов, опять же там суммарно, то за второй шаг мы получаем уходовую декоративную косметику Чартани Голд. Это люксовая серия. Кстати, совсем недавно наша помада Чартани Голд заняла первое место в независимой экспертизе и естественный отбор. Вот такие дела. Обратите внимание, что в компании Арифлэм есть серии продуктов на любой кошелек. Есть более доступные серии для большинства людей, есть люксовые, и в стартовой программе как раз участвуют именно люксовые серии. Вы можете протестировать на себе все топовые линейки компании за очень символическую цену. Следующий шаг – это серия на Вэйдж, о которой мы говорили в самом начале. Вот крем мы как раз разбирали. Уходовая белая косметика для лица, отличное соотношение цены-качество и клинически доказанная эффективность. Следующий шаг – оперинейка Вэллнесс. Коктейль и Омега, которую как раз разработала наш профессор Тиктен, которые могут помочь вам компенсировать ту нехватку микро- и макроэлементов для нашей с вами ежедневной деятельности по поддержанию здоровья. То есть эта программа дает возможность получить экономию почти 15 тысяч рублей, грубо говоря, 15 тысяч, и попробовать все люксовые линейки компании за первые четыре каталога знакомства вообще с компанией. Следующий слайд. Ну и теперь давайте вернемся к нашим с вами бонусам. Второй вид дохода – это возврат от 3 до 22% с личного объема продаж. То есть там у нас с вами была просто скидка на любую покупку. Этот вид дохода для тех, кто делает большие покупки или продажи, и компания доплачивает за объем. То есть если большие обороты, соответственно, компания еще дополнительно доплачивает. Сразу обращаю ваше внимание, что дальше все вознаграждения как с личного объема продаж, как с группового объема продаж или товарооборота начисляются с личной активностью 150 баллов. Это единственное условие для получения вообще денег в компании. Рассмотрим личную активность. Так. Допустим, мы с вами делаем объем 150 баллов. Давайте посмотрим, сколько это. 1 рубль – это примерно 40 рублей. Ой, 1 балл – это примерно 40 рублей. То есть мы получаем 150 умножить на 40, получается 6 тысяч рублей. По идее, мы с вами вышли на 3%. То есть компания нам возвращает, помимо тех 20%, которые она сразу скинула, нам еще возвращают 3%. Немедленно возврат денег в следующем каталоге. Это где-то 200 рублей. Мелочь. Ну, в принципе, тоже приятная мелочь. Если мы делаем 7,5 тысяч баллов, это уже возврат 22%. Примерно 60 тысяч рублей доход. Уже приятно, да? Ну и товарооборот. Надо делать 7,5 тысяч баллов. Это умножить на 40, будет где-то 300 тысяч. То есть одному это сделать явно тяжеловато. То есть этот вид вознаграждения для поощрения хорошо работающих продавцов. Люди, которые умеют делать хорошие объемы. Дальше. Поехали. Арифлэм понимает, что на первых этапах 200 рублей – это маловато. То есть вот возврат с 3% где-то 200 рублей – это маловато. И вводит такое понятие, как бонус-максимум. Программа выгоды-максимум. Причем в этой программе могут участвовать люди с заказом от 50 баллов. О чем эта программа? Арифлэм говорит, делай личный объем продаж регулярно или объем покупок, само собой, и получай дополнительные привилегии от компаний, такие как возврат от 5 до 12% от выброса цены. То есть от цены, по которой мы покупаем эту продукцию. Даже не вычитая из этого НДС. Смотрите, очень интересный момент. Это программа для поддержания партнеров на старте карьеры, на старте роста. То есть до тех пор, пока вы или вы совместно с вашей командой суммарно доходом не превышаете 12% отличного вашего заказа, вот эти 12% вам будут начисляться вместо первого бонуса по карьерной лестнице. Давайте на примере это покажу. Допустим, мы с вами лично сделали заказ на 150 баллов, и по идее мы с вами вышли на 3% и по карьерной лестнице мы получаем возврат 200 рублей. Если учитывать этот бонус, то мы с вами получаем 150 баллов умножить на 40 рублей, получается 6 тысяч рублей, точно так же, умножить на 12%, вот как раз бонус выгоды максимума, 720 рублей. Каждый раз, когда каталог заканчивается, компьютер анализирует, что вам выгоднее получить, процент по маркетинг-плану или вот этот бонус, что выгоднее, то он начисляется. То есть это поддержка на старте, чтобы доход на старте был чуть больше, а не 200 рублей по маркетинг-плану. Далее, Арифлэн говорит, ребята, вы по этой таблице можете двигаться не один, а группой и вводит третий вид вознаграждений, это возврат от 22% до 3% с группового объема продаж. Давайте посмотрим, что это такое. Наша с вами задача научиться делать личную активность на 150-200 баллов. Ну, если мы говорим про перспективы, есть у нас такое понятие, как директорский объем, это 200 баллов. Кто-то скажет, я для себя столько не покупала, но на самом деле этот объем легко сделать на личном потреблении. Например, только один набор на вейши это примерно 150 баллов. Плюс велнос на одного человека это 100 баллов примерно. На семью это еще больше. Другой вопрос, что не у всех есть возможность сделать такие покупки на старте карьеры. Понятно, что мы с вами все равно к этому придем, так как с возрастом нужно действительно вкладывать средства в свое здоровье, поддерживать молодость. Думаю, вы со мной в этом согласитесь. Но на начальном этапе где же взять нам эти 150-200 баллов? Мы будем давать людям информацию о нашем бизнесе и далеко не все будут соглашаться. И те люди, которые будут отказываться от бизнеса, которые мы уже провели презентацию, которые уже понимают, что Арифлэм это интересно, логично, мы можем перевести их в клиентскую базу. Пока мы с вами ищем 5-7 активных человек, у нас с вами все равно будет около 10 человек, которые скажут нет. Но в среднем они делают заказ для себя около 1000 рублей. Вот вам простая математика. 10 человек по 1000 рублей это где-то 10 тысяч рублей заказ, который вы проведете через свой личный кабинет и получите объем 200 баллов даже без привлечения личных средств. При этом мы с вами придем через 1-2 каталога работы при условии, что вы не будете забывать тех людей, которые вам отказали. Они тоже нам очень нужны. а это дополнительные деньги 20% до немедленной прибыли. Ну или может быть вы будете организовать совместные покупки и отдавать со своей скидкой. Очень важно продолжать взаимодействовать с этими людьми, потому что они смогут начать чуть-чуть попозже, через полгода, через год. Но лучшего партнера невозможно придумать, чем довольного покупателя. Человек, который уже попробовал, уже подобрал, уже понял, что ему нравится этот продукт, он уже не сможет от него отказаться. Я скидывала в чат отзывы моих подруг, которые просто потребители, которые не хотят менять нашу продукцию на другие марки. Будет здорово, если таких людей тоже добавлять в чат, и они будут делиться своими отзывами о продукте, а мы с вами отзывами о нашем бизнесе. Сразу скажу, не обязательно делать такие объемы в первый каталог, но мы должны к этому прийти, чтобы дальше получать вознаграждение с нашей организацией. Это очень важно. Остальное время мы начинаем работать со своей командой, и давайте возьмем для примера, что мы зарегистрировали пять человек в первый уровень. Каждый такой человек считается как отдельная единица, как отдельный магазинчик, который сделал свой личный или групповой объем продаж. Вот, допустим, у нас первый человек с группой организовал 500 баллов. Второй человек ничего не организовал, 0 баллов. Он просто зарегистрировался и решил, он сказал, а сейчас я посмотрю на тебя, как ты здесь работаешь, да, потом, может быть, включусь. Есть у нас такие люди. Третий человек с командой организовали 1900 баллов. Четвертый человек просто для себя купил на 150 баллов, и пятый человек у нас с командой организовал 5000 баллов. Давайте посчитаем, сколько мы получаем. Компания считает все эти, все количество баллов, 500 плюс 0, плюс 1900, плюс 150, плюс 5000, плюс 200. Получается 7750 групповой товарооборот, и она по нашей табличке выплачивает на всю организацию 22%, то есть возврат средств 22%. Теперь мы посмотрим, сколько каждому начисляется. Смотрите, человеку, желтенькому, у которого 500 в команде, 500 баллов, он, соответственно, у нас на уровне 6%. Мышку мою видно, не видно? Не видно, да? Вот смотрите, то есть у него 500 баллов, это 6%, больше 450, но еще не 900, то есть 6%. Так вот, 6% компания начисляет на его организацию, то есть к нему уходит 6%. У вас остается разница, 22 минус 6, 16%, 16% остается у вас, следующего человека, соответственно, у него нулевой уровень, мы с него получаем 22%, но так как там и объем нулевой, соответственно, мы ничего не получаем, 0 рублей. Следующий человек, 1900 баллов, это у нас 12% уровень. 12% уровень, мы получаем разницу, 22 минус 12, 10%. Следующий человек, 3%, то есть 150 баллов, это 3%, всего личный заказ. мы получаем разницу, 22 минус 3, 19%, ну и следующий человек, 5000 баллов, это у нас какой уровень? 18%, мы получаем разницу 4%. То есть смотрите, что выгоднее вообще, брать просто потребителей, которые делают там для себя заказы, и получать 19-22%, или выращивать, помогать, выращивать команду людям, которые строят организацию и получают там какие-то 4%, допустим. Вот смотрите, с того человека, который сделал 150 баллов, мы получаем 150 умножить на 46 тысяч товарооборот, и соответственно наши 19% 1140 рублей. А вот организация человека, который сделал 5000. 5000 умножить на 40, это товарооборот организации 200 тысяч, наши 4% 8 тысяч рублей. Ну и не забывайте, что покупатели, они, так сказать, и в Африке покупатели, сегодня они покупают здесь, завтра покупают в другом месте. Я думаю, что у каждого из вас в кошельке есть, или в кармане, есть огромное количество скидочных карточек, и вы ими не пользуетесь ежедневно. Вот и здесь, в Арифлэме, если у человека просто скидка и больше он ничем не заинтересован, то, соответственно, он не каждый день будет сюда заходить, и, возможно, не каждый каталог. А люди, которые здесь работают, которые здесь зарабатывают, им интересно делать свои покупки именно здесь. Дальше, поехали. Так, чтобы это все не считать, если вы не знаете, как это считать, не хотите это считать, и вообще математика это не ваше, и не надо. Смотрите, заходьте в личный кабинет. В главном меню у нас есть избранный информационный листок. Дальше выбирайте первый уровень, потому что считать мы как раз будем по первому уровню, создать отчет, и вот такой отчетик у вас загрузится или сразу на компьютер, или, соответственно, нужно отправить его на почту. Давайте его разберем. Вот смотрите, это непосредственно мой информационный листок. Вверх моя строчка, это я, Гусева Татьяна Евгеньевна, сделала 157 баллов. Личный объем продаж, у меня был, само собой, покупок личный, 5349, это как раз цена ОП, то есть уже без учета НДС, дальше на 15% уровне я, баллы групповые 3176, то есть я на каком процентном уровне? А, ну я уже сказала, на 15% уровне 3000 баллов, и выше это 15%. Дальше объем продаж групповой суммарно, сколько получился, и дальше черной стрелочкой вы видите скидка, то есть это доход с моей организации, 4880 рублей мне начислили. Как это считается? Вот смотрите, ниже цветные, это мои веточки, то есть мои, скажем так, каждый вот человек в персональной группе, да, у меня 4 человека подо мной, 2 я запускаю, ращу команды, выращиваю, помогаю строить команды, и двое просто покупателей. Вот зеленый и оранжевый, это просто покупатели, а желтый и синий, это ветки, это команды. То есть смотрите, желтый человек, желтый, не человек, желтая команда, сделала товарооборот на 90772 рубля. То есть они на 12% уровне. Давайте смотреть по баллам. У них 2781 балл, то есть они чуть-чуть не добрали до 15% уровня, и у них 12%. То есть я получаю, давайте сразу посчитаем, а давайте по порядку посчитаем, сколько я получаю доход личного объема продаж, то есть это наш второй вид дохода. Вот смотрите, 5349 рублей, это моя личная покупка, я на 15% уровне, соответственно, я получаю 15% со своего объема, это 802 рубля 35 копеек. Дальше с группового объема продаж. Теперь считаем каждую мою веточку, каждого моего человека в персональной группе. Первый, первая желтая веточка, 12% уровень, соответственно, я получаю разницу, 15 мин 12, где-то 3%. С групповой товарооборот этой веточки 90772 рубля, соответственно, я получаю 3%, 2723 рубля 16 копеек. Со следующей веточки, она на нулевом проценте, поэтому, ну и все последующие тоже на нулевом процентном уровне, соответственно, я с них получаю ровно 15% с каждой. И вот 1015 – это 150 рублей, 3645 рублей на 15% – это 548,10 копеек, ну и 4379 умножить на 15% – это 656 рублей 85 копеек. Теперь это все суммируем и получаем наши 4880 рублей 46 копеек. То есть, ребят, если не хотите считать, не считайте, у вас уже общая сумма будет видна. Я просто такой человек, которому нужно понимать, откуда как что считается, поэтому я в этом разбираюсь, поэтому я вам это тоже на всякий случай проговариваю, чтобы вы знали, как это считается. Так, дальше поехали. Сейчас, а, вот эту акцию я уберу. Эта акция уже не работает. Дальше. У вас врат у нас в 3. Смотрите, если, что будет, если один из людей выйдет на уровень 7500 баллов, тоже на 22%, то есть у него 22% и у меня 22%. Вот смотрите, на предыдущем слайде, если у нас разница с желтой веточкой один процентный уровень, допустим, если они меня догоняют, если бы они добрали 3000 баллов, то я была бы на 15%, и они были бы на 15%. Для того, что, то есть я бы не получила вообще с них доход. Если бы, ну, чтобы мне получить доход, мне нужно просто подняться на следующий уровень, 18% уровень, тогда я получу тоже, опять же, 3%. Вот. А здесь, то есть дальше уже подниматься некуда. Все, 22% это максимум. Иди сюда. Тихо, не нажимай. Подожди, подожди, сейчас вам, сейчас вам эту презентацию покажут. Сейчас, подожди, иди сюда. Вот, значит, если мы с ним на 22%, компания вводит следующий бонус за развитие 22% групп первого уровня. То есть компания говорит, у тебя вышел уже человек на 22% уровень, он уже с головой, он уже знает, что делать, отстанет его командой, теперь он сам будет обучать свою команду. А ты в благодарность за то, что ты эту команду помог организовать, за то, что ты работал с этим человеком, спонсировал его информационно и вообще просто помогал ему. Тебе за это пожизненно платится 5% его персональной группы. То есть со всей его группы 5% ты получаешь как дивиденды за проделанную работу. И вот за каждого человека в первом уровне, который выходит на 20%, вы получаете 5%. Это еще не все. Компания говорит, проработай в глубину, чтобы у тебя не только человек под тобой зарабатывал, а в глубине люди тоже зарабатывали, тоже выходили на уровне 22%. И за каждый уровень, за 6 уровней вниз нам компания еще платит проценты за развитие 22% групп глубины. За второй уровень компания платит 2%, за третий уровень 0,5%, за четвертый уровень 0,25%, за пятый уровень 0,125%, за шестой уровень 0,0625%. Вроде бы так мало, но смотрите, сколько директоров может быть там внизу. Допустим, у вас вот 5 человек, да, я сейчас прорабатываю 5 человек в первой линии, допустим, 5 директоров. Они тоже, конечно же, сделали еще по 5 директоров в каждой себе получается 25. Те тоже по 5, 125. Те тоже по 5, 125. Те тоже по 5, 3125. В общем, там внизу процент маленький, но количество директоров может быть просто колоссально огромное. И еще такой момент сразу проговорю. Смотрите, многие говорят, что здесь получают деньги, ну, очень многие на самом деле сталкивались с финансовыми пирамидами, где сливки все получают те, кто сверху. Вот здесь в сетевом маркетинге сливки получают не те, кто сверху, а те, кто работают. То есть, если, допустим, вы пригласили двух человек, а человек один вот из вашей команды, он пригласил 5 и сделал 5 директоров. То есть, у вас только 2 директора, а у него 5 директоров. Для вас это второй уровень, то есть, за первый уровень вы получаете 5%, за второй вы 2% получаете. А он со своего первого уровня получает 5%. Понимаете? То есть, вот с этого объема вот этих 5 директоров вы получаете 2%, а он 5%. То есть, он зарабатывает больше, чем вы. Здесь получают деньги те, кто работают, а не те, кто сверху. Понятно? Поехали дальше. Для развития персональной группы получаем примерно 1% с оборотом персональной группы. что это такое? Это автопрограмма с уровня директора и менеджер с конференцией. То есть, у нас есть 3 автопрограммы и, соответственно, конференции. Вот в следующем году можно поехать в Турцию. Он распущу ребенка с рук. Давай, поиграй. Маша, два что-то пущу брать. Что для тебя? Пока мама ведет вебинар, все улетит. Дальше. Поехали. Карьера. Седьмой вид дохода это карьера. То есть, компания говорит, вырастил сам, вырос сам 22%. То есть, смотрите, открываем уровень 22%, держим его 8 каталогов подряд. Ой, нет, не подряд. Из 17 каталогов суммарно 8 каталогов. Допустим, вы вышли в этом каталоге на 22%. В следующем, возможно, просели, потому что там торопились. Это ничего страшного. В течение 17 каталогов, если суммарно у вас получилось 8 каталогов, вы на 22%, вам выплачивается бонус 100 тысяч рублей за то, что вы продержались на этом уровне и вы теперь подтвердили звание директора. Дальше у вас автопрограмма, о которой я уже говорила. Банкет директоров на два лица. Это по ковровой, по красной дорожке, вы проходите на сцену в красивом платье или в красивом костюме, если вы мужчина. Если вы выращиваете директора, то есть у вас появился первый работающий партнер, зарабатывающий партнер, директор 22%, то ему, соответственно, выплачивается тоже 100 тысяч бонус и банкет директоров и автопрограмма, а вам за то, что у вас такой человек есть, вам дополнительный бонус 150 тысяч рублей. Если у вас второй человек такой же появился, то вам еще выплачивают бонус 200 тысяч рублей. То есть продолжается бонусная наша карьера. Дальше. Вы получаете конференцию золотых директоров. В следующем году компания везет золотых директоров в Дубай. Если у вас два человека, если под вами есть два директора с 22% уровнем, то вы уже золотой директор и можете путешествовать не только на менеджерской конференции, но еще и на золотые конференции. В Дубай будет юбилей компании. В следующем году компании будет 55 лет. Ну и значок золотой. Вот такая у нас таблица с доходами. То есть вы можете посмотреть эту таблицу, выбрать тот доход, который вас интересует в месяц или в год возможно, выбрать те бонусы, которые вы хотели бы получать, автопрограммы, которые вы хотели бы получить и просто идти к этому уровню. Все довольно просто. Допустим, бриллиантовый директор – это всего лишь шесть директоров в первом уровне, доход ваш примерно 300 тысяч рублей, 250 где-то тысяч рублей в премии 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч, 600 тысяч. Это все премии суммируются, ребята. Это не итоговая сумма, 600 тысяч, а все, которые до нее, суммируются, и все это вы благополучно получаете. вторая автопрограмма, которая на 2 миллиона 400 тысяч, то есть компания оплачивает полностью вам покупку нового автомобиля. Два раза под бесплатное путешествие, золотая конференция, бриллиантовая конференция на два лица, ну и банкеты директоров, соответственно. Дальше поехали. Итог. Семь видов дохода с компанией Reflame. Первое. От 20 процентов доход дополнительный. Это экономия или, соответственно, личные продажи, немедленные прибыли. Второе. Возврат от 3 процентов до 22 процентов с личных объемов покупок. Это за объемы. То есть если вы не просто покупаете для себя, а делаете большие объемы для компании, то вам дополнительно, в зависимости от того, на какую сумму баллов вы сделали объем, вам начисляется еще возврат от 3 до 22 процентов. Третий. Это возврат от 22 процентов до 3 процентов с группового объема продаж. То есть за приглашение людей непосредственно. Пятое. Это бонус 5 процентов за развитие 22 процентов первого уровня за обучение людей. Пятый. Четвертый бонус 5 процентов. Пятый. Это бонус примерно плюс 3 процента за развитие 20. Смотрите, там 2 процентный бонус, дальше 0,25. Вот эти все бонусы считались за глубину. За развитие 22 процентных групп глубины. Это за обучение людей обучать. То есть вы учите ваш первый уровень, как обучать их глубину, чтобы у них люди тоже зарабатывали. Шестое это за развитие персональной группы до 1 процента. И седьмое это наша карьера. Обалденная карьера с потрясающими программами, бонусами, выплатами в течение каталога и вообще участвованиями. Более чем 31 процент возврат за работу с людьми. То есть когда люди приходят сюда, они видят 20 процентов немедленную прибыль и возможно возврат от 3 до 22 процентов в различных объемах продаж или покупок. А дальше просто не все разбираются, а здесь именно здесь за работу с людьми большие доходы, чеки, которые получают наши партнеры, которые транслируют в социальных сетях, показывают всем, ради которых стоит разобраться, посмотреть, что здесь делать и соответственно действовать. У меня, ребят, на этом все. Если есть вопросы, задавайте, я пока запись остановлю. Спасибо.